Здравствуйте, рады мои. А кто вам не рад, то здравствуйте. Вот наше прошлое полностью, как мне один написал, подписчик, шито белыми нитками. Вообще полностью обман, рады мои. Особенно, я уже говорил, наша история, вот так, средненько-древненько-веков, которую мы изучаем. Изучаем мы с Египта, вот, древнегрецию, вот это, понимаете, вот, все вот это вот. Так, переврата, местами, вот, вот так вот перепутано все. Для чего? Чтобы, в общем, короче, у кого нет прошлого, у кого нет будущего. И все ссылаются, рады мои, давайте так, ссылаются на Библию. А в Библии, заметьте, вроде есть страны всякие, Египет там есть, там, Иерусалим город есть, понимаете? Но там нет имен, вернее так, имена есть, но те имена, которые не привержишь к жизни. Понимаете, рады мои? Не привержишь. Но там есть, и, допустим, вот Египет, фараон. Фараон, фараон. Кто фараон? Когда это было? Во-вторых, нет дат. А нам уже объясняют, что в деревням Египте, ой, еще там угли до нашей эры, они из отмене сволочной предсказывали. И все остальное. А исход? Евреи вышли из Египта. А число не повторяли. Они знают так, что после весеннего дородного действия, дня весеннего дородного действия, было полновление. И после этого они вышли. Когда? В каком году? Непонятно. Понимаете, вот, все, именно вот эти цифры, дата, скрыта. Понимаете? Что в хитрости? И зацепиться вроде не за счет. Ну, как не за счет, рады мои? Ну, там же есть такие изобретения китайцев. Да, рады мои. Ну, допустим, книга. Не тот свиток рулон, знаете, как там писали, египте, да, пируста, скрученный, прозраченный. А книга? В Библии про книги написано. Пусть не бумага, пусть не бумага. Пусть как скрижали глиняные таблички. Но это книга. Книга, слово-то и книга. Да есть, что развлекается. Это китайцы открыли так. Потом шелк. В Библии написано шелк. Правда, умные. И еще там есть покажу. Исход, глава двадцать седьмая, роду мои, стих третий. И сделай к нему вот горшки для высыпания в них пепла, и лопатки, и чаши, и вилки, и угольницы на Старославянском. Да сотворивши вниз алтарю и покровь его, и фиалы его, и вилицы его. И вот на Старославянском, на Церковном Славянском, вернее, видите, вот они, вилицы его. А это, роду мои, исход евреев из Египта. Это только, когда Бог появился на земле, и он начал разговаривать с евреями. Ну, и что, чтобы показали вам вилки? Еще что, там написано, шелк, книги, и что? В Китае это, ой, за много-много там до нашей эры нашли вот это все это. И шелк был у них, и книги, и все остальное. Родумай, а когда эти вилки появились, я там же соседи, кроме Библии, повторяю, цифры нету. Даты не написаны, не понятно. Зацепиться вроде бы незачем. Ну, в Греции, Риме, есть же даты. И мы за них цепляются, нам впихивают. Так получается, что? Получается, по времени-то, вилки там появились в начале нашей эры, или в конце нашей эры. Вот буквально вот этот, получается, исход из построения первого храма еврейского. И все остальное, и начало вот этой вот Библии, это и есть практически перед нашей эрой. Как сейчас считается, две тысячи лет назад. Иисуса Христа убили, получается, вот, не знаю, я не знаю, может, 500 лет назад, может, там, максимум, тысячи лет назад. Я пример говорю, убили Иисуса Христа. Все перемешано. Ну, факт есть факт. Вилки, шелк и книга, Библия писана. Как они могли там появиться, если они еще с Китаем как бы не торговали? Поэтому я тебе говорю, вам говорю, чушь собачья наша прошлая. Мы не знаем ничего. Нам специально сделали, чтобы у нас не было прошлого. А у никого нет прошлого, этого нет будущего. Поэтому думайте своей головой, а не слушайте этих официалов. Все, нравитесь, не нравитесь, пишите отзывы. До свидания, рады мои.